Начинается наш разогрев. Мы будем ходить сегодня быстрым шагом. Мы решили отказаться от бега, так как все-таки нужно поберечь свои колени, поберечь свои суставы и даже сердце реагирует иначе. Я провел эксперимент на своем теле. Учитывая, что я сейчас не нахожусь в отличной физической форме, но все же чувствую себя хорошо, я решил быстро ходить. Ходить настолько быстро, насколько позволяет мне моя походка, моя биомеханика. И что вы думаете, после почти что километра быстрой ходьбы, я как бы километр только делаю, я заметил, что в упражнении брусья, в освобождении силы и толчок у меня гораздо мощнее и я лучше чувствую свои мышцы. До этого я бегал и, приходя к этому упражнению, я замечал, что в освобождении силы происходит медленнее. А это значит, что вполне возможно, что мой организм переходил в аэробный режим даже при небольшой километровой нагрузке. И я старался при этом находиться в сердечной зоне, так как следил, чтобы у меня не наступала задышка. Вот. Но сейчас я решил быстро ходить. И, как установил в прошлый раз, мой организм при такой умеренной нагрузке потом гораздо лучше реагирует на брусья, приседания и так далее, и так далее. Поэтому всем советую попробовать ходьбу быстрым шагом. Ну, сейчас мы будем снимать дальше все остальные упражнения. И я вам продемонстрирую свою тренировку с высоты почти что 20 лет занятия спортом. Итак, что я хочу сказать. Сейчас мне моя дочка поможет снять видео. Видео уже включено. Значит, что я хочу сказать. Сейчас мы уже проделали небольшую разминку быстрым шагом. Вот, как я уже и говорил, использую эту разминку для того, чтобы улучшить работу, значит, вообще сердца, сердечной мышцы. Потому что, когда я быстро бегаю или бегаю довольно-таки умеренно, я устаю. И потом, когда начинаю что-то делать, у меня как-будто не хватает энергии. Я перехожу в другой режиме. Не чувствую взрыва мышц. Поэтому сейчас я продемонстрирую после, значит, разогрева быстрой походкой, что я буду делать. Сегодня у нас будут плечи, значит, и ноги. Я не знаю, как я буду делать плечи, потому что я сегодня не взял резинки. Поэтому придется, наверное, отжиматься вниз головой. Вот. Сейчас я просто попрыгаю. Попрыгаю, значит, в количестве где-то 3 по 10, 3 по 12. Вот. И таким образом покажу, как можно просто нормально прокачать ноги прямо на площадке. И я также хочу упомянуть, что во время прыжка, значит, падение с высоты в 1 метр практически в 4 раза увеличит ваш вес. Если мой прыжок будет хотя бы высотой 15 сантиметров, то я могу рассчитывать на то, что я хотя бы в 1-1,5 раза увеличу свой вес. Таким образом я лишу 90. И во время небольшого прыжочка и приземления я увеличу свой вес существенно. Поэтому для тех, кто говорит, что работа со своим весом, она не приносит нужный результат, не приводит к нужному результату или не прокачивает как следует мышцы, они глубоко ошибаются. Несколько упражнений на ноги плюс небольшой прыжочек. Я вас уверяю, ваши ноги будут прокачаны просто удивительным образом качественно. Вот. Сейчас давайте пройдем. Я пройду сюда на травку. И продемонстрирую вам обычное упражнение. Вот смотрите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Вот, как видите, значит, двенадцать повторов. Сердце еще не успело запуститься. Но я уже чувствую, как потихонечку начинают мышцы врубаться, дыхание изменяться. Поэтому сейчас вот можно отдохнуть одну минуту и, соответственно, нажать паузу. Вот. Сейчас этот первый раз у нас был двенадцать раз. Ноги уже были разогреты, так как мы быстро ходили. Сейчас я прыгну десять раз. И таким образом я сделал двенадцать, десять, десять, восемь. Также постараюсь поддерживать высокое отрывание от земли. Высокий прыжок с хорошей амортизацией, глубоким приседом, широко расставленные ноги. Значит, прыжок совершается на стопу. Не на носочек, на полную стопу. Ну, поехали. Как один из вариантов. Итак, спинку держим ровно, приземляемся на полную стопу. Все? Всем все ясно? Окей. Вот сейчас моя жена тоже выполнит несколько приседаний. Вы видите, в какой прекрасной форме находится моя вторая половинка. Значит, только что мы проделали приседания, прыжки двумя ногами, сейчас я буду демонстрировать приседания на одной ноге. Вот, очень советую всем, потому что очень эффективное упражнение. Вот, можно придерживаться немножко. Для того, чтобы в легче упражнение, вы может придерживаться немножко выше своего плеча. Для того, чтобы просто стабилизироваться, можно держаться на уровне своего плеча. Вот. В зависимости от формы ваших ног. Мне это упражнение дается довольно-таки тяжело, поэтому я буду придерживаться, например, на уровне своего плеча и двумя руками. И постараюсь максимально медленно и четко приседать. Упражнение называется пистолет. Сейчас вы увидите почему. Итак, начинаем. Продолжение следует... 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 вот так выглядит следующая техника тоже не очень просто но возможно выполнять и она мне кажется немножечко более интересно чем предыдущая хотя обе очень важны для проработки ног и надо пробовать обе потому что в данной ситуации у нас растягиваются ягодицы при приседании а в предыдущем варианте у нас работают статические квадрицепт что тоже очень важно сейчас я продемонстрирую третье упражнение тоже буду стараться делать акцент приседания на одну ногу но в то же время буду находиться обеими ногами на земле значит упражнение я подглядел я вам раньше знал как бы но не использовал и просмотрев видео сергей бадюка за что ему спасибо он демонстрировал как можно потренироваться на площадке вот сейчас мы попробуем повторить это видео и посмотреть как работает приседания на двух ногах но с акцентом на левую а потом на правую так как мы делали 8 раз в общем нужно будет сделать двумя ногами 16 так пробуем Субтитры делал DimaTorzok Что я могу сказать? Я пробовал это первый раз. Я в восторге от того, что я это что-то почувствовал. Есть какая-то небольшая гордость от того, что у тебя получается с первого раза удержать баланс. Ощущение эстетики какой-то возникает очень интересное. И не похоже ни с чем ощущение проработки мышц. Я получил удовольствие. Советую всем это упражнение попробовать. Несколько ремарок. Выполняя это упражнение, постарайтесь сделать его медленно, не спеша. Потому что чувствуя каждую мышцу во время работы, особенно работать со своим весом, вы сможете проработать мышцы лучше. И почувствовать мышцы лучше. И таким образом убрать ощущение вращения в суставах, натяжения связок. А почувствовать именно середин брюшка мышцы. Успехов всем! Ура! Симпатичное такое упражнение. Очень интересное поощущение. Ощущаешь себя чуть ли не монахом Шаоли. Что не сделаешь, о чем только не подумай, чтобы замотивировать себя во время тренировки. Переходим к третьему упражнению. Значит, мы уже сделали прыжки. Как я говорил, с прыжком вес тела увеличивается. Я его сделал сегодня за главным базовым упражнением. И вокруг него построил всю соответствующую тренировку дальнейшую. Вот, потом мы сделали приседания на одной ноге. Варианты и вариации разные, для того, чтобы каждый для себя мог выбрать. Плюс потом мы сделали приседания на двух ногах с акцентом на одну ножку и на другую. Приподнимая на носочек ногу, которая не задействована. Сейчас третье упражнение на ноги называется стук на скамью с небольшим выпрыгиванием. Здесь очень хорошо участвуют бицепс бедра, квадрицепс бедра, также ягодица. И при возврате немножко участвует и кроножная мышца. Так что будьте внимательны, посмотрите. Очень симпатичное упражнение, функциональное. Вот как бы и все. Здесь много рассказывать не стоит. Старайтесь держать равновесие, спина ровная. Дыхание на каждый толчок должно быть выдох, вниз вдох. Также старайтесь амортизировать себя кроножной во время отпускания вниз, для того, чтобы не травмировать суставы колен и поясничных отделов позвоночника. Удачи! Значит, только что я говорил вам в третьем упражнении, где я выполнял его прыжочки на одной ноге. Сейчас то же самое упражнение, только я делаю вариацию. Сначала я сделаю левой ногой, а потом я сделаю правой ногой. И одновременно буду делать 16 повторений, меняя ноги. Вот посмотрите, как это выглядит. Вот так вот можно менять ножки. Тоже будьте аккуратны, потому что при возврате иногда люди цепляются носком, ну и происходит падение вперед. Человек чувствует себя неловко, мотикается, стесняется, краснеет. И на площадку больше не возвращается, так как если он и до этого ничего не делал, стеснялся, при падении, конечно же, больше не повторит то, там, где ему пришлось краснеть. Всем, кто краснеет и стесняется. Упали 200 раз, встали, отжались, поднялись, продолжили, никаких стеснений. Все в зал, на площадку. Ура! Значит, следующее. Мы проработали квадрицепы, сделали три вида упражнений на ноги. Сейчас наша задача, пусти, пожалуйста, камень, проработать непосредственно голень. Вот весь этот отдел. Вот как это можно сделать, да, у нас нет тренажеров? Значит, смотрите, я покажу вам три формы. Три формы. Одна выглядит следующим образом. Ну, посмотрите, вот она. Вот, первая форма. Крышки в рост в центр. Это обычная форма, которая позволяет укрепить стопу и голеностоп в боковых плоскостях, делая вашу ногу крепче к вот таким вот роду движениям. Первая форма. Вторая форма. Значит, здесь непосредственно очень хорошо прорабатывается и кромолыжная, так же, как было видно. Вот, это вторая форма. Значит, третья форма выглядит следующим образом. Раз. Первая форма. Два. И форма два. Таким образом мы можем сделать крест, объединяя две формы в один прыжок. Смотрите. Раз, два, три, четыре. И есть еще третья форма, которая подразумевает букву «Х». То есть мы прыгаем. Раз, два. И вот я показываю вам три формы. Раз. Вот, два. И три. Вот. И сейчас я сделаю упражнение, объединю все три формы. Для тех, кто это сможет сделать, я вас поздравляю. У вас с головой все в порядке. Соотношение левое-правое полушария работает. Для тех, кто не может выполнить эти формы, стоит задуматься. И может быть поработать, потому что взаимодействие между полушариями недостаточно хорошее. Вот, посмотрите внимательно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И не раз, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Я могу и вертеться, я вас тоже поздравляю, все отлично. Можно просто вертеться влево-вправо, можно вертеться вот таким образом, можно вот таким, можно вот таким и так далее. Форм множество. Значит, уверяю вас, это упражнение, оно не просто эффективное на икроножные, оно базовое, кто бы что ни говорил. Потому что наши икроножные предназначены под наше тело. Удачи! Так как я показал вам на икроножные предыдущие формы, да, вот есть обычные прыжки, есть прыжки в форме и так далее, есть прыжки вокруг своей оси, также есть прыжки на одной ноге. Очень советую эти прыжки для тех, кто занимается боксом, кто занимается кикбоксингом. И особенно, так как я занимался борьбой всю свою сознательную жизнь, я советую это борцам. Почему? Потому что многие борцы, они от природы занимаются, развивают хорошую спину, прекрасный плечевой пояс, просто как у бога, адоминальный, пресс, все супер развито. Но у многих зудаистов, как и у меня, впрочем, и у многих других, очень сильно страдают икроножные. И мы недооцениваем это. Но, если у вас икроножная и нога болтаются, и недостаточно жесткие, или нехорошо взрываются ноги при атаке, уверяю вас, ваша борьба не будет даже европейского класса. Поэтому, хороший борец для меня, и это показало время, это человек с хорошо развитыми, прежде всего, ногами, бедрами, квадрицами, ягодицами. И венчает всю композицию, всю композицию венчает не что иное, как икроножные. И вообще, я бы сказал, что шея, мышцы глаз, абдоминальные, стабилизаторы позвоночника, вращатели бедер, рук и икроножные, это вообще нужно всем спортсменам, особенно людям, занимающимся боевыми единоборствами. Итак, я демонстрирую прыжки на одной ноге. Я делаю обычно 3-3-3, 3-3-3, 2-2, 2-2, вот в таком плане мне это очень нравится. 1, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3. Советую делать примерно по 100 раз. Ну а сейчас, внимание, я чуть-чуть усложню упражнение Оно относится примерно сюда же Но это будет вообще просто упражнение от Бога Посмотрите внимательно Раз, два, три, четыре Раз, два, три, четыре Всем успеха! Используйте эти упражнения, уверяю вас Тренажеры вам практически не будут нужны Ура! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!